Измаильская общественная организация «Право на будущее» во главе с Натальей Скоробрехой в цель сбора средств для детского революционного центра «Альнур» 7 декабря во Дворце культуры имени Тараса Григорьевича Шевченко провела благотворительный концерт, цель которого был сбор средств на нужды детей с ограниченными физическими возможностями в рамках акции «Разум мысила». Акция проходит при поддержке программы «Общественное здоровье» Международного фонда «Возрождение». На сцене, около сцены и в фойе ДК были установлены опечатанные ящички с прорезями для сбора пожертвований. Билеты на концерт тоже были платными. Эти деньги пойдут на нужды «Альнура». Руководитель центра Елена Ланге очень надеется, что этих денег хватит на ремонт крыши центра. Вызывала умиление выставка рисунков и подделок деток центра. Столько наивной веры и теплой надежды сквозило в каждой работе маленького ребенка. А в начале концерта педагоги «Альнура» поблагодарили со сцены всех собравшихся в зале, всех, кто внес и собирается внести свою лепту в это богоугодное дело. Икону Казанской Божьей Матери подарил «Альнуру» настоятель Свято-Константина Еленинского монастыря, архимандрит Отец Сергий. С добрыми словами пожелания обратились к работникам центра и их подопечным, заместитель председателя общественной организации «Гармония» Татьяна Репкина и многие другие. Первая часть концерта была сделана силами местных певцов и коллективов художественной самодеятельности. А открыли ее юные участники фестиваля «Молодежь убирает здоровье» – команда гидбригады из ОША номер 14. Они трогательно рассказали о судьбах других детей. Далее выступали Диана Шпаченко, участница телепрограммы «Х-фактора» Екатерина Пуческу, Енина Наумова, Дарья Никулина, Татьяна Тодорова, Игорь Батнаренко. Танцевали коллективы при «Дунаве» «Катюша», «Детки», «Фантазия», «Шерри Дэнс», «Конфетти», «Дримдэнс» и другие. Хедлайнер концерта Игорь Татаренко вызвал очень теплый прием у измаильского зрителя. Пел он свои песни, в том числе и ту, которую подготовил для Евровидения. Игорь Татаренко известен своей благотворительной деятельностью, всегда участвует в подобных концертах, но, по его собственным словам, только в тех, где на все сто уверен, что деньги действительно пойдут на доброе дело. После концерта Игорь фотографировался с детьми из Аль-Нура, педагогами центра и всеми желающими, и раздавал автографы. Благотворительный концерт прошел на едином нерве. Все было слажено, отрепетировано, вызвало неизменное одобрение зрителей. Надеемся, что собранных денег Аль-Нуру на крышу хватит. А если нет, то соберемся еще и еще раз на подобных мероприятиях. Иданил Скадеет, рука дающего. Оксана Корзелян, Веб-студия «Курьер». Субтитры создавал DimaTorzok